Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас он на самоизоляции И вполне управлять колокольной перед богослужениями При строительстве Благовещенского храма Его первым настоятелем, ныне почившим отцом Георгием Звонница была предусмотрена Но ее необходимо было дополнить большим колоколом и настроить Теперь в репертуаре колокольни Благовещенского храма 75 разнообразных перезвонов Их исполняет 7 колоколов, управляемых со смартфона То есть блок управления, ну собственно мозги Вот здесь все у них запрограммировано Стройный голос звонницы любимого храма Стал хорошим подарком ко дню рождения Благовещенского прихода В этом году исполнилось 25 лет с момента основания православной общины В крупнейшем районе Ульяновска, Дальнем Засвияжье Где никогда не было своего храма В 92 году усилиями метрофорного протерея Георгия Халимонова Был образован приход в честь святого праведного Филарета Милосева В помещении бывшего детского сада на улице Полбина Но помещение было маленьким И соответственно всех желающих оно просто-напросто не могло вместить Поэтому встал вопрос о том, чтобы построить храм именно в Дальнем Засвияжье Здесь очень много людей живет И в общем-то этот вопрос был решен положительно Но пока решались все технические вопросы по строительству храма Что было не так просто и быстро в 90-е годы Новое православное общение нужно было какое-то временное помещение Поэтому была построена временная часовня Где регулярно служили молебны с акафистом С той поры в приход стал активно притекать народ Позже на месте временной часовни была возведена новая основательная из кирпича Но первый настоятель этого прихода, отец Георгий Наверное, просто не успел завершить, доделать ее до конца И вот сейчас этот процесс у нас на приходе, слава Богу, по Божьей милости Несмотря на то, что сейчас очень трудное время Связанное, конечно, с пандемией коронавируса И все-таки мы продолжаем работать, трудиться и молиться Сейчас в часовне активно идут ремонтно-строительные работы Ее интерьер украсит резные киоты из массива дуба В которые будут помещены рукописные иконы Работа над ними сейчас ведется в нескольких известных иконописных мастерских России Все, что делается для прихода и на его территории, делается с особой любовью к Богородице Ведь и духовенство, и прихожане называют это место местом особого присутствия Матери Божией Ее уделом Потому что здесь два престола посвящены в честь Матери Божией Первый верхний храм освящен в честь Благовещения Пресвятой Богородицы Второй нижний храм Владыка Иосиф благословил назвать в честь иконы Божией Матери Скоропослушница И сейчас мы будем работать над тем, чтобы подготовить его к великому освящению Но и также на территории нашего прихода есть уникальная такая часовня Которую также наш Владыка благословил подготовить к освящению в честь иконы Матери Божией Неупиваемая Чаша Ее великое освящение планируется на осень этого года Посещать часовню сможет любой желающий Каждым воскресным вечером здесь будут совершать молебен с акафистом И водоосвящением перед иконой Божией Матери Неупиваемая Чаша Наталья Шуплецова, Симбирская Метрополия Часто люди спрашивают, с чего начинающему христианину Начинать свое домашнее молитвенное правило Какие молитвы читать, в какой последовательности Можно ли сокращать те утренние и вечерние молитвы, которые приводятся во всех молитвословах И вообще, как к этому подступиться Сам по себе вопрос очень хороший И ответить на него можно многообразно Я здесь не претендую на какую-то полноту истины И привожу один из вариантов ответа Начал бы я с принципа разумной постепенности Принципа разумной постепенности, которым, думаю, стоит руководствоваться вообще Во всех сферах человеческой жизни, в том числе и жизни церковной Поскольку нередко бывают случаи, когда человеку новоначальному Только-только делающему первые шаги в церковной жизни Бывалые люди начинают вполне искренне и горячо советовать целые перечни Обширные, подробные перечни замечательных молитв Которые требуют читать утром, в продолжении дня или же вечером Иногда человек с горячностью и охотностью принимается За это новое для него дело Но иногда, к сожалению, бывает так, что человек со временем просто надрывается Надрывается, подобно тому, как может надорваться спортсмен Неподготовленный к взятию большого веса И вдруг решивший одним храбрым отчаянным рывком Поднять его во что бы то ни стало Чтобы избежать вот этого возможного охладения И, как следствие, просто разрыва с всякой церковной жизнью Лучше как раз упомянутым принципом разумной постепенности руководствоваться Что это значит? Как поступил лично я, если бы сейчас делал бы свои первые шаги в церкви? Первонаперво я отправился бы в церковную лавку И искал бы во что бы то ни стало Такую замечательную книгу, как толковый молитвослов Дело в том, что обычных молитвословов великое множество Они изданы разными издательствами, по-разному выглядят Разного объема и содержания Но вот толковых, то есть с толкованием, с переводом Среди них, к сожалению, немного Это редкий вид, который нужно найти И с помощью которого только и стоит, на мой взгляд Делать первые шаги в освоении церковных молитв Что собой представляет такой церковный толковый молитвослов? Это по сути дела книга с параллельным переводом Книга, в которой наряду с церковно-славянским текстом Приводится и его русский перевод А возможно иногда и какие-то комментарии, пояснения, сноски Которые делали бы для нас древние поэтические молитвенные тексты Хотя бы сколько-нибудь понятными Почему это так важно? Христианская молитва есть беседа, собеседование Таинственный разговор человеческой души с Богом И в нем, как и во всяком искреннем и живом разговоре Важна не столько словесная формулировка Сколько мысль в эту формулировку облеченная Смысл первичен И поэтому так важно, чтобы до нас доходил смысл Написанных не нами текстов Причем доходил и был понят нами настолько Чтобы мы могли древние церковные молитвенные шедевры Возносить к Богу, словно это наши собственные слова Словно это мое воззвание Словно это мой зов к Богу Это недостижимо, на мой взгляд Без того, чтобы понимать Просто понимать написанные слова А для многих людей церковнославянский язык, к сожалению, затуманивает Несколько затушевывает смысл написанного И появляются белые пятна, лакуны Здесь понятно? Здесь нет Здесь человек понимает, о чем речь А здесь он просто сбит с толку Чтобы вот это недопонимание преодолеть Необходимо либо Словарь церковнославянского языка и умение работать со словарем Либо толковый молитвослов Причем, на мой взгляд, последний полезнее Итак, я бы первым делом приобрел толковый молитвослов Вторым делом я отметил бы буквально карандашом Для себя те немногие молитвы среди утренних и вечерних Которые мне на настоящий момент, сегодняшнему мне Наиболее понятны, близки и на которые сердцем ее как-то резонирует Как-то отзывается, которые не оставляют меня равнодушным Я их пометил бы себе Сколько бы их ни было Одна, две, три, пять Неважно сколько Мы здесь берем не числом, а умением И вот эти несколько молитв составляли бы для начала Для меня какое-то молитвенное правило Оно в идеале должно быть, конечно, регулярным Ежедневным Не обязательно большим Но регулярным А потом уже впоследствии По мере возрастания Можно было бы этот список как-то расширять, дополнять И прибавлять к нему еще те или иные молитвы Это первое, второе Третье, на что я всегда обращаю внимание людей Это замечательные слова Фамусова из «Горе от...» Третье, на что я всегда обращаю внимание людей Это замечательные слова Фамусова из книги Грибоедова «Горе от ума» Читая не так, как панамарь, а с чувством, с толком, с расстановкой Это принципиально важный момент К сожалению, в некоторых храмах мы можем услышать прямо противоположное Когда люди читают священные тексты Удивительные, возвышенные, святые слова Словно строчат из пулемета Бегло, не разбирая, о чем вообще говорится Поскольку мы условились, что молитва есть разговор Человека с Богом То важно, чтобы этот разговор был красивым и осмысленным Важно, чтобы мы совершали свою молитву То есть свою беседу с Богом, не торопясь А действительно, с чувством, с толком, с расстановкой Чтобы слова, прежде чем дойдут до неба Дошли бы до нашего собственного разума и сердца И последнее, что я, наверное, ответил бы начинающему христианину Желающему приступить к освоению церковных молитв И знакомящемуся с молитвословом Это возможность молитвы своими словами Об этом люди нередко спрашивают А некоторые и вовсе предпочитают только своими словами и молиться Но я бы сказал, что нужно, как говорил и Христос в Евангелии И то делать, и другого не оставлять Хорошо молиться своими словами И просто потому, что душа у человека поет И окрыленная действительно возносится к Богу С какими-то своими, идущими от сердца словами И просто потому, что на все случаи жизни Невозможно было бы составить готовых молитв Но помимо этого, важно, чтобы человек не просто молился Просто как Бог на душу положит А чтобы человек молитве учился бы А учиться всегда лучше у мастеров Учиться всегда лучше на шедеврах Приведу простой пример Знакомый всякому человеку, учившимся в музыкальной школе Всякий новоначальный наверняка пробует импровизировать Что-то подбирать На клавишах или на струнах И поначалу получается, ну мягко скажем, не очень Просто по той причине, что человек еще не овладел этим инструментом И он просто еще не знаком с той глубокой музыкальной традицией Которую до него накапливали люди веками И поэтому он поначалу играет этюды Играет гаммы, играет многочисленные упражнения И знакомится с теми шедеврами мировой музыкальной культуры Которые составляют так называемые хрестоматии, учебники И уже только потом, познакомившись со всем этим богатством Погрузившись в этот мир И сколько-нибудь пропитавшись всем тем Что составляет мировая музыкальная сокровищница Уже потом он приступает к импровизации К экспромтам и к композиции, к сочинению музыки И вот тогда это будет уже совершенно иного уровня музицирования Примерно так же и с христианской молитвой Важно видеть перед глазами образцы, настоящие шедевры Того, как люди вообще взывали к Богу С чем они к нему обращались Что считали важным, а о чем забывали О чем просили, а что даже не упоминали За что благодарили и в чем каялись В чем просили прощения у Бога и так далее То есть что вообще составляло сердцевину и средоточие Христианского обращения к Богу И вот поняв, сколько-нибудь прикоснувшись к этому Сколько-то напитавшись вот этой молитвенной средой И молитвенной культурой Человек уже совершенно по-другому будет обращаться к Богу И своими собственными словами Субтитры создавал DimaTorzok Многие задают вопрос, нужно ли освещать жилище Здесь опять же нужно очень четко понять Что такое само по себе освещение Да, вот само по себе слово освещение Применительное к освещению жилища Немножко слово неправильно Чин называется чин благословения на жительство То есть семья, люди вселяются в дом В какой-то новый для них, допустим Или в котором они живут, но еще не освещали его И просят у Бога благословить их пребывание в этом жилище Но что такое благословить? То есть человек создан для радости И чтобы радость в семье была Нужны несколько вещей И вот эти вещи как раз и просятся в чине благословения жилища То есть первоначальные вещи Это, если на русский переводить современный язык Это безопасность и пропитание, чтобы были у человека Потому что тоже без безопасности, без пропитания Счастье очень сложно в семье найти Но вот самая главная вещь, которая просится как раз в этом чине Это мир в сердце домочадцев и мир среди домочадцев Потому что как бы ни был состоятельный человек Какая бы ни была у него квартира или дом большой Если нет мира в семье, нет мира в сердце, радости нет И, соответственно, получается и жизнь в этом доме Ну, она проходит практически зазря Какой бы ни был хороший дом Поэтому вот основной смысл, основной посыл Если можно так назвать освещение этого жилища Это как раз просьба о том, чтобы и был мир в моем сердце И мир среди домочадцев И тогда уже все остальное приложится в этой жизни Я буду жить радостно в этом доме И, соответственно, счастливым Субтитры создавал DimaTorzok Спасовознесенский кафедральный собор города Ульяновска Был возрожден уже в 21-м столетии Его можно назвать архитектурной жемчужиной Расположенный на улице Минаева Храм просматривается с разных точек города Взгляд невольно останавливается на нем Своими золотыми главками и голубыми стенами Он будто устремляется к небу Буквально за несколько лет собор превратился в религиозно-духовный центр Куда потянулись православные верующие с всей Ульяновской области Идея воссоздания Спасовознесенского собора Она долго обсуждалась в Симбирской ефархии Наверное, сразу после восстановления Самой церкви в городе Ульяновске После прекращения гонений в 1988 году Инициатором этого воссоздания были Епископ Ульяновский и Меликенский тогда Епископ Прокол и протодиакон Алексей Скала Впоследствии протеерей и первый настоятель этого прихода История Спасовознесенского собора уходит своими корнями Не в одно столетие истории нашего города Впервые об этом храме стало известно в XVII веке В 1729 году, когда город входил своим церковным подчинением в Казанскую епархию По распоряжению казанского митрополита Маркела На месте деревянной церкви в Симбирске Был выстроен каменный храм Ставший в 1844 году соборным Но на тот момент собор находился на пересечении улиц Большой Саратовской и Московской На Негончаровой и Ленина Среди его прихожан был блаженный Андрей Симбирский Возрождение собора прототипа прежнего началось в начале 1990-х годов Под руководством протодиакона Алексия Скалы По его призыву уже на новом месте Потому что старое место Вознесенского собора было занято И никто не мог уже расчистить здание на этой улице, носящее имя Ленина Оно поэтому было перенесено на улицу Минаева И решением мэра города Сергея Ермакова в октябре месяце 1993 года Начато строительство вновь воссоздаваемого храма Проект нового варианта собора по вдохновению, идеям и призывам Инициатора этого строительства Алексия Скалы Был создан архитекторами Александром Ильяйлой Варюхинами Уже к 1994 году Отец Алексий хотел, чтобы новый собор был построен в стиле старых симбирских церквей И предложил взять за образец прежний Спасовознесенский собор В качестве прототипа также послужил Никола Багаевленский морской собор Санкт-Петербурга В день праздника Вознесения Господня 9 июня 1994 года Состоялось освещение места под собор И был установлен закладной камень В следующих годах был вырыт котлован будущего собора Забитый сваем Но из-за тяжелой экономической ситуации в стране Строительство было приостановлено Забор простоял 10 лет Долгое время на месте храма находился только котлован С торчащими из него сваями Для того, чтобы строительство все-таки продолжалось Отец Алексей принял решение построить рядом здесь же другой малый храм Это храм всех святых Для того, чтобы молитвы, которые совершаются на этом месте И прихожане, которые сюда приходят своей духовной жизнью Оживляли это строительство И давали ему новый импульс движения Маленький деревянный храм строили всем миром Профессиональных строителей не было Большую помощь оказало Симбирское казачество И в 95-м году Отец Алексей встречу с нами, с казаками Предложил нам начать строительство Всехсвятского храма Это был первый этап стройки здесь, на Симбирской земле Еще не было ни каких здесь, в соборе, ни зданий, ничего Был только колышки, забор И мы переносили деревья Их не испиливали, не выкапывали Здесь был парк В 98-м году, к сожалению, вся эта стройка маленько затормозилась Когда получился дефолт Хотя храм Всехсвятский, он уже за 9 месяцев Мы его построили и проходила в нем служба Тем временем в Ульяновске произошло еще одно важное событие Обнаружены и обретены мощи блаженного Андрея, Христа ради Юродивого Михаил Паснов был одним из главных участников этого события В 98-м году, 3-го июня, было обретение этих мощей Это при скоплении где-то около 7-8 тысяч Я имею в виду самих ульяновцев Плюс были с других областей Три архиереи были ближайшие Ну, ныне покойный владыка Прокл и еще ряд архиереев Ну, мне вот довелось, я считаю, что это большая честь Именно поднять вот этот гроб, останки Мощи сами блаженного Андрея наверх Где священство приняло их И перенесены они были в тогда еще Всехсвятский храм Строительство собора возобновилось в 2006 году Возглавивший на тот момент Ульяновскую область губернатор Сергей Морозов Твердо сказал, что собор будет достроен Нашлись и меценаты, и основной спонсор С особой благодарностью принимали средства от простых людей Приносивших деньги не от избытка, а от понимания значимости затеянного великого дела Понятно, что строительство храмов – это дело очень дорогое Государство почти не финансировало это строительство И владыка Прокл и протеерей Алексей Обращались к самым разным меценатам и к народу С просьбой о сборе средств на строительство храма Бабушки отдавали копейки со своих пенсий И кто-то из богатых и успешных людей нашего города Жертвовал значительные суммы По слухам, даже римский папа Иоанн Павел II Отозвался на просьбу отца Алексея И прислал какую-то сумму И это был единственный случай в истории Когда римский папа пожертвовал что-то на строительство православного храма Храм венчает колокольней высотой в 50 метров В 2009 году ее украсили 10 колоколов Они были отлиты на одном из заводов города Каменск-Уральский На деньги одного из предпринимателей Димитровграда Самый весомый из колоколов – более 6 тонн Строительство велось силами местных специалистов Отец Алексий сам во все вникал и строго следил за ходом работ К сожалению, он не дожил до долгожданного дня Когда собор распахнул двери для молящихся В 2012 году протеерей Алексий Скала скончался на 51-м году жизни В 2014 году симбирскую епархию возглавил митрополит Феофан Он приложил много усилий к завершению строительства собора К тому времени были уже возведены стены Необходимо было закончить внутреннее убранство и подготовить собор к богослужению Первую божественную литургию в кафедральном соборе Митрополит симбирский новоспасский Феофан совершил 10 декабря 2014 года В день памяти блаженного Андрея симбирского чудотворца Год за годом, уже можно сказать, десятилетия за десятилетием Стараниями многих людей и строителей, и меценатов Таких как Михаил Урясов, Алексей Батраков, Александр Буцериев И многих-многих других Стены собора постепенно поднялись Он стал самым большим церковным зданием нашего города Его ширина около 30 метров по фронту А длина вместе с алтарной частью более 40 метров 21 мая 2015 года в праздник Вознесения Господня Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Совершил чин великого освящения Спаса Вознесенского кафедрального собора И божественную литургию в новоосвященном храме Также в левый предел собора были перенесены Мощи небесного покровителя нашего города Блаженного Андрея Симбирского Многие специально приезжают из других городов для того Чтобы помолиться у мощей блаженного Андрея И спросить себя небесной помощи И всегда ее получают Сегодня Спаса Вознесенский кафедральный собор Главная святыня нашего города Это наш памятник веры Именно он напоминает нам, что наш народ силен своей верой И способен совершать духовные подвиги ради светлого будущего Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok